Здравствуйте, дорогие друзья! Еще немножко о благословении и о любимой теме, о заработке. В древности, кстати, у греков талантом именовалась мера веса, равная приблизительно 26 килограммам серебра. Впоследствии талант стал денежной единицей, а потом главное богатство человека, его прирожденные способности, естественно, тоже начали называть талантом. Так цивилизация потихоньку, вот успех подменила заработком. Телевидение, газеты все полны фотографиями тех людей, кто заработал больше денег, а не тех, кто мудрее. Билл Гейтс это основа сегодняшнего мира, поэтому все менялось. Каббала говорит, что если человек считает, что его парноса, заработок, средства к существованию, ничто иное, как следствие исключительно его таланта, введение дел, то он имеет все шансы остаться вообще без денег. Парноса это то, что дается свыше. В Каэлит говорится книге, что есть богатство, которое человеку дается во вред. Понятно, что деньги, заработанные нечестным трудом, все равно приходят нечестным образом, приходят потом к неприятностям. Однако, даже если человек зарабатывает честно, иногда это бывает во вред. Если у человека богатство вызывает гордыню, а не благодарность Всевышнему, пишет святая книга Зар, что происходит, оно ему только во вред. Один человек, есть такая масса, значит, долго был бедный, потом, чтобы как-то прокормить семью, он договорился с женой, что уходит на один год собирать деньги. Собрал деньги, вот осталось до родной деревни километров 50, но уже темно. Он решил остаться ночевать. Хозяин порядочный дом, двор, все, он ему отдал деньги на хранение, на шаббат. А потом весь шаббат думает, подожди, я взял своими руками, отдал ему деньги, что теперь делать? И вот он сидит уже, все, и уже конец шаббата. И вот он говорит хозяину, ну все, шаббат заканчивается, верните деньги. Тут говорит, да подожди, давай Авдалу сделаем. Тут, боже, ну все понятно. Ну, в общем, как-то так, итог, вот заканчивается Авдалу, он говорит, ну, можно я получить деньги назад? И тут к его удивлению хозяин говорит, конечно, конечно, сейчас принесу, приносит три мешочка, один был с золотом, один с серебром, один с медью. Тут хватает дрожащими руками, разворачивает, смотрит, золотые монеты, высыпает порядок, серебряные высыпает порядок, медные хватает, высыпает. Тут чувствует удар по лицу, по руке. Поворачивается злое лицо хозяина, хозяин говорит, ты думаешь, что я ничего не видел? Ты подозревал меня в том, что я украду твои деньги. Ну, может быть, ты и прав, уж ты меня мало знаешь, ты пришел, ты работал, я принес тебе деньги, ты просчитал золотые монеты, все в порядке, серебряные, все в порядке. Но зачем ты считаешь медные, неужели ты думаешь, если я не взял у тебя золото, я возьму себе медь? На первый взгляд все правы, да, теперь надо разобраться здесь. Каждый вечер мы выходим перед сном, говорим слова, молитву такой, в руке твоей я вверяю свой дух, чтобы ты вернул мне утром твою душу. Утром встаем, благодарим, спасибо тебе, что ты вернул мою душу. Итак, золотые монеты мы уже получили. Теперь серебряные. Что дальше мы пишем? Благословен ты Господь, раскрывающий глаза слепым. То есть посмотрел, зрение работает, с утра смотрю, все на месте. То есть серебряные тоже отдали. Но когда дело доходит до медных, до заработка, мы не полагаемся на Всевышнего. Наши мудрецы сказали, кто дает жизнь, дает и пропитание. Но здесь мы неспокойны. Пропитание это он дал, а заработок, кто его знает. Это подчеркивается в благословении этой недельной главы. Благословлю тебя, и охранить тебя, Ишем. Еще благословение Якова сказано, и даст Бог тебе от Росы Небесной, от Тука Земли. Для чего это все? Чтобы мы знали. Чтобы мы знали, что мы ничего не потеряем, если увеличим духовность. Если мы какое-то время потратим вместо работы на молитву. Нет, так не бывает, потому что все от Бога. Бывает, конечно, что человек по рождению обречен на бедность. Был еврейский мудрец, который говорил, что если я начну продавать саванны, материал для похорон, то люди перестанут умирать. Настолько он был всегда без заработка. Почему? Еще одна майса. Жил-был Хасид, очень бедно. У него дочки надо выдавать. Жена его достает. Она хабадники, иди, иди к Рэбе, иди к Рэбе. Он каждый раз сидит к Рэбе, забывал спросить Барнасу. И вот она его вернула назад, уже такой скандал, взбунтовалась. Он вернулся, ходит, не знает, что делать вокруг дома. Как опять к Рэбе не зайдешь? И вдруг он видит Рэбе, стоит. Это речь этот о Бальте Рэбе. Он стоит в окне. Стоит в окне, никого не видит и просто говорит, что есть души людей, которые всю жизнь грешили. И Тору не учили, и заповедей не исполняли, и добрых дел не было. Но впоследствии, последние минуты своей жизни, они раскаялись. И раскаяние их не было принято. Но раскаяние то есть, и души не попали в ад. Потому что раскаяние помогло. Но и в раю им делать нечего. В своей жизни они не запаслись одеждами заповедей, добрых дел. И вот, аж такие души страдают, молят Творца, чтобы им разрешили спуститься в этот мир, исполнить неисполненное, недоученное, помолиться один раз. Ради этого души готовы заранее на любые муки, они соглашаются. Человек, который идет в этот мир, ему сначала говорят, как он родится, как проживет. И нет на счастливей написано души, которая наконец получает такое разрешение. И Альтер-Эбе это сказал, и отошел от окна. И Равин понял, он отправился домой. Он, зная его, в смысле, этот ученик Альтер-Эбе, он понял, что сказать своей жене, и она его поймет, потому что она хасидская жена. Дело в том, что да, так решает Бог. Иногда такое и существует. Но всегда молитвой можно переломить даже это. А в основном заработок только с неба. Еще надо запомнить, наверное, одну вещь. Если человек так упорно трудится ради своего тленного тела, как же он должен трудиться ради своей души, которая существует вечно? Вот об этом, наверное, стоит подумать. Браха вецлаха.